Он приезжает один, он не нанимает тренеров, он не ходит в какие-то супер дорогие залы. Мы обратили внимание, что последние пару лет Пукет стал прям мекой спортивного паломничества. За 10-14 дней отпуска можно тотально изменить свою жизнь. Слава, привет! Девятнадцатый раунд. Что у тебя за программка стоит? Это боксерский тайминг. Можно зарядить на любое количество времени каждый раунд. На максимальное количество раундов 30 раундов, можно потом поменять. Сколько раундов ты работаешь обычно? После разминки, после пробежки 20 раундов. Что ты с собой возишь? Это весь твой спортзал, который всегда с тобой, правильно? Да, ничего особенного нету. Обычные перчатки, обычные снарядные перчатки. Это что у нас? Мячик, скакалка и гантели. И еще есть теннисный мячик. Покажи, давай. Ребята увидят, все. То есть вот с этим ты работаешь. Колоночка с музыкой, часы. Все умещается в пакетик маленький, в маленькую сумочку. Тренируешься везде, где бы ни ехал, что бы ни делал. Если 20 раундов, то у тебя час выходит чистая работа, плюс-минус. Часа полтора-два где-то получается, да? Да, час-двадцать. Тренируешься всегда сам? Да. Это моя медитация, мой фитнес. Сколько лет ты уже занимаешься боксом? Боксом, наверное, лет пять. Всего лет пять? Да, лет пять. Ничего ты набрал форму прекрасную. А до этого занимался чем-то? Занимался, да. Я в юности занимался боксом. Потом перешел в восточное единоборство. Получил травму. Не занимался долгое время. Потом где-то после тридцати почувствовал, что разваливаюсь на части. У меня веса было примерно девяносто восемь килограмм. Да ладно. А сейчас? А сейчас восемьдесят семьдесят восемь. Почему я решил вам рассказать про Славу? Потому что я вижу, что он приезжает один. Он не нанимает тренеров. Он не ходит в какие-то супер дорогие залы. Он в чистой опрятной форме всегда постирает. Понимаете? Думаю, подойду, узнаю, чем человек занимается. Но честно говоря, думал, что он профессиональный боксер. То есть ты за пять лет набрал вот эту форму, да? Нет-нет, да. Сейчас, ну, для кого же не секрет. Сейчас все есть. Вся информация есть. Интернет, доступ. То есть фактически самостоятельный тренер? Нет. Все можно посмотреть. Я в Москве пошел в фитнес-группу. Фитнес-группа по боксу, в общем. Там азы, азы вот эти, которые мне нужно было вспомнить. Да, это уже там в зебре. Отлично, отлично. Мы не будем тебе мешать. Друзья, вот вам яркий пример, как можно в Таиланде, в Турции, в Арабских Эмиратах, в Подмосковье, на Байкале, в Хабаровске, везде в нашей огромной стране все, что нужно. Желание, маленькая сумочка, походить немножечко в фитнес-группу, на бокс, на карате и заниматься, заниматься, заниматься. Не будем мешать Славе. Посмотрите, как он двигается, как он работает, в какой он форме, из-за дела. А мы перемещаемся в фитнес-зал, который я вам обещал посетить. Поехали. Братцы, ну мы приехали еще в одно интересное место. Совершенно новый фитнес-центр открыт. Тут прекрасная кроссфит-зона, есть бокс, есть тренажерный зал с настоящим хамером. Пойдемте посмотрим, нам сделают профессиональную экскурсию. Место расположения очень удобное, со всех сторон острова добираться очень удобно. Так что давайте быстренько, быстренько, быстренько заодно и потренируемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джордж, ты снова тут? Рад тебя видеть. Как поживаешь? Послушай, я вижу тебя каждый раз, когда здесь бываю. Утром, вечером, ты всегда тут. Сколько времени ты проводишь в зале? По-разному, час-два, но я часто прихожу по нескольку раз в день. Почему ты так много занимаешься? Потому что мне это нравится. Это не только полезно для тела, это и место встречи с друзьями. Скажи честно, сколько тебе лет? Мне 71. Выглядишь ты классно. Но я знаю, что так было не всегда, верно? В 14 лет у меня были серьезные проблемы с сердцем. Доктор сказал моему отцу, а я подслушивал за дверью, что если к 15 годам это не пройдет, то я едва ли протяну долго. Когда отец вышел от врача, я спросил его, что сказал доктор. Он ответил, что мол, все хорошо, через год придем на осмотр. А я отправился в библиотеку и прочитал, что есть сердечная мышца. Ее можно упражнять и сделать сильнее. Я начал тренироваться в подвале нашего дома. Мама беспокоилась, что я доведу себя до инфаркта, а мне нравилось заниматься. И ты до сих пор жив. А через год проблемы уже не было. Я пришел на осмотр к врачу, и он не обнаружил заболевание. Саш, ну, честно говоря, я поражен. Я много слышал про ваш центр, про Dynamics Club, но я ожидал, конечно, увидеть что-то, ну, не знаю, ну, как Tiger там, в лучшем случае, ну, как АКА. Это прям, ну, такой европейский уровень, прям европейский уровень. Мы обратили внимание, что последние пару лет Пхукет стал прям некой спортивного паломничества. И, конечно, мы решили сделать такой уровень, который еще не присутствовал на Пхукете. Что у вас здесь присутствует? Ну, тренажерный зал я вижу, причем Хаммер настоящий, не питайся. Вы знаете, этот центр, на самом деле, сейчас по количеству дисциплин, он самый крупный на острове. Давай, перечисляем, фитнес-зал. То есть, да, сама тренажерка наша классическая. Помимо того всего у нас здесь кроссфит, настоящий тот самый кроссфит. Тайский бокс, конечно, мягкие залы, йога-залы. То есть, у нас… Клиника, я смотрел, есть маленькая, это бьюти-клиника что-то? Да-да-да, так как девчонки иногда приезжают. Салон красоты, скорее, да? Здесь даже вплоть есть музыкальная школа, где можно поучиться на пианино поиграть. Да, там, на втором этаже. Я представляю сразу крепкого парня бодибилдера или кроссфитера, который в эти тренировочки зашел и просто расслабился. Помузицировал. Помузицировал. В Таиланде по старым традициям тайскому боксу начинают учить с шести лет. Кроссфит, он предполагает не накачивание мышц сильных, не растяжка, а именно тренировка выносливости. Мне кажется, именно сама атмосфера Таиланда, местная природа как-то дает силу заниматься. Именно поэтому здесь большое количество людей иногда даже приезжают в Таиланд позаниматься спортом, сбросить вес, к примеру. Основа нашего спорта – это тренажеры. То есть, именно если нужна масса или придать какую-то форму своему телу, то это, конечно, сюда. Есть группа тренеров, которые помогут вам правильно выполнить упражнения, чтобы не травмировать себя. Какой же Таиланд без тайского массажа? Здесь у нас есть кабинет физиотерапии, я назвал бы это так, где потянутая мышца, излишняя молочная кислота в мышцах, может быть, просто нужен спортивный массаж для разогрева – все это можно найти здесь для себя. Если вы окажетесь на Пукете, вы точно знаете, что тренироваться можно самому, можно тренироваться в этом зале, можно заниматься боксом. Главное, чтобы было желание менять себя к лучшему.